Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что зашли ко мне на канал. Давно что-то я не снимала для вас влогов, не болтали мы с вами. Я безумно по вам соскучилась. Если вдруг кто-то заходит ко мне постоянно на канал и не подписывается, обязательно не забудьте подписаться, потому что по статистике процент тех, кто постоянно заходит и смотрит, и не подписывается, очень большой. Пожалуйста, подписывайтесь. Сегодня у нас будет с вами по плану такой, знаете, обычный бытовой день. День, хозяйки. Мне нужно сделать небольшую такую уборочку, прибраться и на кухне, и в комнатах. В последнее время что-то я забегалась, ничего не успеваю. Сегодня тоже уже с самого утра проводила детей в садике, в школы. Каникулы, слава богу, закончились. Потом в зал. С зала мне по делам надо было. Вот сейчас вот явилась, не забылилась. Надо все быстренько сделать здесь дома, привезти как-то квартиру в порядок. Так, вообще, сейчас, знаете, перед Новым годом хочется какого-то такого уюта в квартире наводить. Я планирую выбрать и новые одеяла нам с мужем, новые подушки, заменить все комплекты постельного белья. Вот прям, знаете, хочу этот трихомодий вот все взять, собрать, выкинуть, потому что есть один комплект. Вы не поверите, на свадьбу нам дарили. Но он в хорошем состоянии, потому что вот он такой был, видно, очень качественный. И он, можно сказать, как новый. Но все равно вот это, знаете, само осознание, что тебе его дарили в 2007 году, и до сих пор он у тебя в шкафу, о боже, от этого волосы дыбом. Я люблю, знаете, когда минимум всего, не люблю вот эти всякие нагромождения. По этой причине я уже давно даже не хожу в фикс прайс, потому что туда, как зайдешь, вечно какого-то, извините, гэ, купишь, а потом не знаешь, куда это все девать и ставить. Сейчас к Новому году у меня задача потихоньку-потихоньку что-то разбирать, что-то расхламлять, наводить какие-то порядочки, потому что времени у меня вообще не хватает, и начинать надо уже прямо сейчас, чтобы, дай бог, успеть к Новому году. Сегодня у нас такой хмурый, прям пасмурный день, льет дождик, в общем, ничего хорошего. Так, для начала сейчас всю посуду в посудомойку сложим, и уже потом дальше тут будем прибираться. Вот, завалы такие. Вчера паковать не висила поздно на футбол. У него в 7 часов вечера занятия и до 9. В 9 приехали, я тут еще и сырники какие-то делала, я тут не прибиралась тоже, ела упала, это же вообще не заканчивается просто эти дела. И нифига все равно к многому я не успела, поэтому сейчас надо все приводить в порядок. Так, вообще, по идее, я еще мечтаю, конечно, всю посуду заменить. Все, надо, знаете, потихонечку, потихонечку менять. Потому что у меня есть такие вещи, посмотрите, раритетные, мисочки эмалированные. Все это по-хорошему надо, как говорится, с глазовой сердцем. И у меня это такую же, знаете, посуду, туле современную. Но не все сразу, вечно, знаете, хочется, как хочется, а стоит оно все недешево, нету хорошее, и все время денег жалко. Но, как говорит мой муж, жизнь складывается из мелочей. Если в доме нет уюта, еще старое, драное, постельное белье некрасивое с 2007 года, то ничего хорошего и не будет. Так что потихонечку надо, потихонечку брать за ум и по чуть-чуть подкупать что-то, менять. Вот я думаю, знаете, о чем? Вот мы облинулись, да, девчонки, вообще. Раньше посуду все мыли сами, все тут вручную, истирали, а теперь даже лень разобрать посудомойку. Вот серьезно, я ненавижу разбирать посудомойку, мне настолько лень. У вас есть такое или нет? Ну это все, это уже обленились мы. Как вот раньше наши бабушки, да, сами там истирали, все отжимали, и пеленки эти все от детей, да, описанные все, уделанные. Все вручную, замачивали, а теперь все, паперки сюда-сюда, посудомойки, все качественное, все фирменное, пылесосы хорошие, швабры хорошие, и все равно на время. У меня очень много отгоневает время съемка, видеомонтаж, потом своя работа. Сейчас нам надо еще помыть плиту, я плиту мою два раза в день, утро и вечер. И вот это два раза, она у меня всего лишь чистая. С утра вот как только я ее помыла, и вот вечером уже вот совсем, когда все поели, больше готовить не будем. Все остальное время она у меня засранная. Я не знаю, как так получается. Просто, знаете, бывает макарона отваришь, уже она вся вот какая-то несвежая. Так что вот, девочки, так мыть плиту я буду вот этим вот сифом. Она у меня не сильно грязная, поэтому хорошо им. И раковину я еще сразу же им тоже помою. Тоже сейчас все это вот так вот. зальем и помоем. Раковину я мою тоже часто, практически каждый день. Вообще, да, каждый день даже, можно сказать. Редко-редко, если совсем-то у меня что-то какие-то, знаете, запары, я не помою ее. Ну вот за счет того, что она темная, грязи, так, знаете, не видно. Так, ну все, на кухне мы практически прибрались. Сейчас я вот здесь еще разложу контейнеры и надо мне идти убрать постели детские. Очень редко такое бывает, что с утра я их не успеваю убрать. Но вот сегодня именно такой день. Наша постель убрала, а сына нет. Ну вообще, вот просто никак и все. Надо было уже уходить. Это из-за того, что сегодня мне детей очень долго было не поднять. Они прям заспались. И вот из-за этого кубарем и пошло все, что я не успела. Хочу пропылесосить здесь, знаете, периодически все равно какие-то крошки, все там остается в диване. Я периодически пылесошу. Девчонки, спрашиваете вы меня про этот пылесос, как у него аккумулятор, как что, все время ли я его держу на зарядке или нет. Ну, вот вы сами видите, когда я ролик снимала про пылесос, уже ему было несколько лет. Год прошел, он все у меня так же прекрасно работает. Мне он нравится. Многие говорят, что какие-то проблемы у него с аккумулятором, что-то там еще. Но не знаю, ребят. У всех, видимо, знаете, есть свои слабые места. Мой пылесос их пока не проявил. Работает. Ничего плохого я про него сказать не могу. Поэтому, как есть, так я вам и говорю. У меня все прекрасно. Он стоит всегда на зарядке и меня радует. Хотела вам показать мячик, который я села сыну. Он же ходит на футбол. И он как начнет, бывает, вот этим мячиком греметь по квартире, бегать. А обязательно запунет в мой цветок какой-нибудь. Уже он переломал мне все цветы. Вот серьезно, блин. Я не знаю, ругаюсь на него, а то круто. Я ему уже, смотрите, какой мячик сделала. Я помню, у нас с детства такими иногда играли. Это из газеты и перемотана скотчем. Он, в принципе, хорошо пинается, но он, знаете, такой мягкий. Если он попадается куда-то там в люстру, в вазу, в цветок, то хотя бы минимум вандализма. Ой, ну на улице у нас прям дождь, дождь, дождь. И как-то душно, знаете. Вот все окна открыто, а душно. Видите? Говорю, прибери диван. Она все, постель вроде убрала, а его самого не собрала. Тоже вечно не успевает спить до последнего, до победного. Так, вот это покрывало я буду брать в стирку. Сейчас мы его будем стирать. Комната небольшая у нас здесь, 12 метров. Это самая маленькая комната в квартире. И если два разокраны, то вообще не пройти, не проехать. Так, это в стирку. Сейчас я тоже здесь пропылесошу, потом буду мыть полы. Так, сейчас поставим вот это покрывается с дивана с дочкиного стираться. Плед, ну, использую его, закрываю, потому что постоянно, знаете, какие-то там то шоколадки поедят, то еще что. Так, у меня вот такое вот сейчас средство. Ласка для черного, ну, плевать, какая разница. Сейчас такое, значит такое. Машинка тоже уже такая, знаете, давнишняя, и вот эта вот вся накид, да, или как она называется, до конца не отмывается. Конечно, периодически я там ее обрабатываю, отходит, но уже, знаете, как камень такой. Так, ленор у меня вот такой сейчас. И запускаем. Так, на сколько вы запустите? Ну, давайте на часик. 55 минут. Так, что я хотела сказать вам. Вот такое вот средство я тут купила в пятерочке. Натура Сибирика очищающая пенящий мусс для умывания. Вот прям срочно мне нужен был, кончился у меня, и думаю, возьму я вот этот. Короче, я вот сколько беру за свою жизнь на Туру Сибирику все время, извините, Г. Но я не знаю, если кому-то она нравится, я не знаю, объясните, в чем ее плюсы. Мусс такой, знаете, он даже и лицо-то не вымывает. Как-то слабый, слабый, непонятный. Ну, ладно бы это, вот само оформление. Вот крышка, вот смотрите, я еле-еле ее открываю. А вот эта вот фигня, вот смотрите, я нажала, все, она застряла. И мне все, никак, девочки, не выдавить. Все, не работает. И чтобы она заработала, мне приходится все время вот так вот ее откупоривать. Видите, она опять не поднялась. В общем, помпа эта полная Г. и сам этот мусс, я не знаю. Это не мусс, это одно название. В общем, мне не нравится, я вообще не пользуюсь. О, господи, боже мой, ну это ж надо. Еще они себя так позиционируют, стоит не прямо уж дешево. Непонятно за что. Так, а вот этот вот лосьон для тела, как он называется? Бог его знает, как он называется. С морожкой. Очень классный. Вот прям очень-очень классный. Хорошо так увлажняет, хорошо питает ваше тело. Его я могу посоветовать. Так, девочки, все, в ванне я уже прибралась, все чисто, все красиво. И сейчас буду я мыть полы вот с таким вот мистер Пропером. Мне нравится мистер Пропер. Добавляю колпачок, водички и сейчас быстренько полы помоем и все. Ну а, конечно, более какой-то глобальной уборкой, как я вам сказала, там разобрать швабчики мне надо, может быть, окошечки еще обтереть, перестирать занавесочки. Это я уже буду вот делать в ближайшее время начинать, но не сегодня, конечно. Это то успело, это то на уроку. Так, швабра у меня все та же. Вот такая самая обычная из Леруа Мерле. Очень мне она нравится. Дешево и сердито. Субтитры создавал DimaTorzok Девчонки, смотрите, я уже почти убралась. Идите тоже немножечко наведите порядок у себя в квартирах. Влажная уборочка, она очень хорошо прям влияет. На сегодня хватит трудиться. Как только я куплю все для дома, ну вот какие-то там я тоже полотенца хочу купить, постельное белье, одеяло заменить, я вам все сниму, все покажу, не знаю, когда это будет, выбор нелегок, потому что много чего в магазинах и сложно подобрать, так сразу определиться, еще с размерами там не поймешь толком, надо прям вникать, чтобы все подошло, а то купишь одеяло одного размера, пододеяльник будет другого, надо посидеть, найти на это время. Девочки, сейчас мы с вами будем готовить очень вкусные оладьи, рецепт великолепный. Для того, чтобы приготовить нам оладьи, нам нужен кефирчик, у меня литр кефира, вливаем в мисочку, пол чайной ложечки соли, одна чайная ложечка соды, 3 столовые ложечки сахара, все это размешаем хорошенечко, после того, как добавляем соду, кефирчик начинает сразу так, знаете, давать реакцию, пузыриться, это очень вкусные оладьи получаются по этому рецепту, вот действительно самые вкусные, не нужно никакое яйцо добавлять, ничего, я вот такие только не пробовала, действительно, вот эти самые вкусные. Мы все размешали, теперь добавляем муку, муки добавлять нужно много, нам нужно добиться такой густоты, чтобы, знаете, было такое, често такое было, как густая-густая сметанка. Так, ну все, мои хорошие, тесто у меня готово, вот посмотрите, видите, оно какое густое, такое, как густая сметана, очень-очень, или как густой какой-то йогурт. Теперь на раскаленную сковородочку будем ложечкой выкладывать. Сковородочка у нас раскалилась, и сейчас вот так вот ложечкой мы будем выкладывать наши оладушки. Это будет очень вкусно, но это, конечно, знаете, не для худеющих, и не для тех, кто пытается правильно питаться, но детям можно. Мы с мужем такое не едим, хотя очень бы хотелось, я бы, конечно, такое съела, но одну, может быть, утащу. Ну все, девчонки, вот налепила я тут, наварганила целую тарелку этих оладий, вот здесь положила для дочки бананчик, три оладушки, она в основном 3-4 штучки ест со сметанкой, сейчас чаечек ей налью, очень вкусно. Вот приготовьте по этому рецепту, не надо никакого ни яйца, ничего, я вам отвечаю, что будет очень-очень вкусно. Смотрите, собрала я два пакета, тут у меня и всякие полотенца, и постельное белье, в общем, расхламила полностью, сейчас это все пойдет на выброс. Увидимся в следующем видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, комментируйте это видео и ставьте лайки. благодарим. всё, ёж не мне, я нев Shame все,